В общем, начинаем с первой книги. Человек-бензопила... Любуемся первыми картинками. Первый том манги рассматриваем. Ну, рисовка красивенькая здесь, это только старт. Ну, в общем-то, да мы её уже на стриме читали в своё время, я помню. Поэтому давайте по-быстренькому попробуем пройтись по основам, так скажем. А потом уже будем, ну вот, как-то двигаться дальше. В общем, молокосос этот в долгах неожиданный. Он разговаривает с псиной бензопилой. Ну, вы, думаю, знаете, считали эту мангу, да, или хотя бы начинали. Короче, весь в долгах. Глаз продал, шоколадный тоже. Ну, и он решает уничтожать дьяволов, потому что за их убийство обычно платят 300 тысяч йен. Подпись к манге. Гений, сотворивший фаерпанч, вновь в джамп. Ну, и, конечно, подпись. Он просто убивает, чтобы выжить. Ну, псинка вот эта вот с бензопилой в носу тоже скоро умрёт, типа. И вот человек бензопила даёт ему возможность себя укусить. И они заключают контракт. Вот контракт они заключают. Вот такая вот тема. Челик мечтает о том, что он поест обмазанный полностью хлеб с джемом и пойдёт на свидание с девушкой. Как он засыпает в её руках, ребята. Ух, ух, душевно. Ну, из меня тут как бы пытаются эмоции выжать каждые пять секунд. На самом деле, не знаю. Мне фаерпанч в этом плане больше нравился. Во-первых, он более, я не знаю, что ли, быстро в повествовании, по крайней мере, был. Как мне показалось на тот момент. Во-вторых, более неожиданно. Тут моя мама умерла от болезни сердца. Что заставляло её кашлять кровью. И у меня тоже такая болезнь. Я тоже умираю от болезни сердца. Я тоже, блядь, кашляю кровью. Его, блядь, сейчас сразу расчленят, я напоминаю. Чела сейчас вот на куски нахуй порежут. Вообще похуй. Вообще похуй, что у него там болезнь сердца. Типа грустно. Пытаются, знаете, так по ступеням довести нас к тому, что вот он бедненький такой. Такой бедненький. А он всё ещё на дьяволов охотится. Весь такой вот глупенький, наивный. И все им помыкают. А, ну и вот, на следующей странице его как раз уже расчленять начинают. Его и собачку проткнули. Ну и вот. Вот как-то так. Эти якудзо тоже заключили сделку с дьяволом. И вот они поэтому его убивают. Да, хотят ещё больше денег. Ещё больше власти. Ещё больше силы. Вот такие вот якузя. Но якузя сосать биба, как говорится. Просто потому, что демоны их предали. Они бы желали ждать, стать рабами, найти якузя этих демонов. Вот. И они обернулись в зомби. Перед ним зомби-дьявол. Он наебал якузя. Они ещё с Кирио Казом и не встречались. Кирио! Кирио! Потом бы не стал зомби, я почти уверен. Но вы знаете, да? Зомби-демон хочет уничтожить непосредственно пацана. Потому что пацан убивал демонов за деньги. У нас таких ёбана убивают. Поняли? Ну, в общем, его разделали на части. Теперь он там о прошлом своём рассуждает. Вот почти-то они пилят деревья. Там любовью занимаются в кровать страстно. Он там эту собаку нежно гладит. Вот так вот. Ну, моя любимая собака какая-то охуенная. Вот за попку. Опа! Как Панин почти, в общем-то. Ну, и вот, соответственно. Потом достает ногу. Ну, вы знаете, что дальше будет. Эй, почти так говорит главный герой. Если что, я даю тебе право забрать моё тело. Это уже не Панин ебёт собак. Это уже собака ебёт Панин. Простите. А, хотя она же там вроде... Я не смотрел эти видео, к сожалению. Ну, думайте сами, решайте сами, в общем. Я не видел эти видео, так что, ну, вы понимаете. Ну, пацана, типа, расчленили на куски. Но он собирается обратно. И теперь он с собачкой вместе слился воедино. Воедино слился с собачкой. Теперь он человек-собачка, соответственно. Ты перенял моё тело? Да, да. Ты перенял моё тело? Моё тело к тебе? Я люблю слушать! Слушать о твоих мечтах, Дэнджи! Это контракт! Простите за такую интерпретацию голоса Пань Пачиту. Ну, вот так вот получилось. Импровизация. Я буду твоим сердцем, а в обмен поведай мне больше о своих мечтах! Вот как-то вот так вот. Интересная история, да. И вот у него... В общем, на груди теперь вот такая штуковина. Надо за неё дёрнуть так. И он, короче, становится человеком-бензопилой. У нормальных мужиков такая же ниже пояса. Ну, короче, он за грудешник себя так. Начинается бензопила. Ну и вот первое появление нашего героя в том самом облике, в котором он показан на главных картинках. Рисовка, честно говоря, немножко сумбурная здесь. Вот прям сильно много элементов крови и всякого вот этого вот. С другой стороны, она вроде не очень круто прорисована. Ну, хотя всё, что угодно лучше, чем в Наруто, как говорится, да. Как бы вам сказать, да. Вообще всё, что угодно лучше, чем в Наруто. Но мне кажется, здесь похуже, чем в Фаерпанче. Вроде бы и прикольно, но в Фаерпанче было как-то лучше. Ну, в общем, произошло пробитие глаза монстру. Вот зомби вот такой вот бам. Бензопилой внутрь как бы вошёл. Вошёл внутрь, соответственно. Напропилил внутри, и всё хорошо. Вот, теперь парни выдевал до кости кожи и костей. Ну, в общем, он их всех сейчас распилит, распилит, пилит, 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 пилит. Убивает, убивает, добивает, добивает, мочит, мочит. В общем, куча трупов валяется. Пришла какая-то чекуля. Ну, мы помним эту чекулю. Я уже этот момент читал в своё время на стриме. Один всё ещё жив. Х-ф-хм-пф. Я не знаю, что это вообще означает. Х-м-п-ф. Я вообще, блядь, как это? Почему в комиксах такие вообще штуки появляются? Мне вообще, в принципе, кажется странным звук. Х-м-п-ф. Я в жизни никогда не слышал, чтобы кто-то... Хм-пф. Хм-пф. Вот так вот делал. Ну, допустим. Ну, допустим. Хм-пф. Окей. Будет так. Пусть будет так. Ладно. Короче, девчуля его обняла. Держ, держите меня. А-а-а-а. Обняла его. Он такой, вау. И у него, в общем, вот эта штучка, которая посередине такая. Оп. Приподнялась, наверное. А-а-а. Мог ли дьявол перенять его тело? Нет. Нет. Невозможно определить. Береньких. Просто посмотрев на них. Поняли? Ну, короче, Шизобаба ему предлагает стать его зверюшкой, как человеку. Короче, стать зверем, блядь. Ручным ку-колдом. А он такой... Охуеть. Круто. Она ему говорит, я хочу пожрать тебе дам. Он такой, нихуя себе, блядь. Пожрать. Ху. Ху. А вы знаете, что я люблю, госпожа. Ха-ха-ха. Пожрать мы всегда готовы. Ну, короче, ку-колд влюбился. М-да. М-да. Сейчас я прочитаю ее высказывание. Ты забыл. Ты теперь моя зверушка. Все, что ты можешь мне ответить, это да или гав. Мне не нужен пес, который говорит нет. Ну, приблизительно вот так вот она сказала. Мое почтение. М-м. Ну, короче, девчушка тут сбежала какая-то где-то. Дьявол ее, короче, типа, как будто бы захватил все-таки. Ну, блядь, иди, короче, пес ебучий. И справляйся с этой задачей, нахуй. Мразь, блядь, тупая. Собака, псина, грязная, блин. И наш герой, в общем-то, пошел. А там девчонка стоит, и у нее как бы, у нее этот демон как бы дружок, как будто бы сначала. И она такая. Он хороший. Он хороший. Он не кусается. А потом он такой, ну ладно, можете убежать такой. Хлопает ее там по попке, как обычно делают с маленькими девочками настоящие мужчины, да? А потом этот демон такой. Блядь. Блядь. Нахуй. Как и все ебучие, блядь, сука, блядские собаки, нахуй. Про которых говорят, оно не кусается. Вот так вот и бывает обычно. Бляда собаки, нахуй. Просто. Ненавижу. Злости не хватает на этих бляд. Бляда псин ебучих. Вот так же и демоны. Я покажу тебе кое-что классное перед тем, как ты умрешь. Я мышечный дьявол. Пиздец, блядь. Ну, наш герой, короче, его распилил. Это мышечный дьявол. Он может управлять любыми мышцами, до которых дотрагивается. Но бензопилами он управлять не может, лол. В общем, вот, пацан, короче, спас девочку. Кричит, гав падает в грудь своей вот этой тянки, блядь, которая его куколдит. Вот, и он опять потерял слишком много, блядь, крови, там, вот эта вся хуйня. Ну, вы поняли. Короче, пожрали удон, добрались до штаб-квартиры охотников за демонами. Ну, и вот. Еще одного петуха куколда, короче, нашли. Ну, аниме вообще очень куколдийское. Ну, не аниме, а манга очень куколдийское, насколько я помню. Ну, мне это неинтересно. Я уже смотрел стримы Убер Маргинала. Это шутка. Шутка. Вы знаете мою позицию. Ну, короче, тетка слила его на этого куколда, темно, этого волосого, и все. Теперь он не тусит с красивой тянкой, которую можно лапать за грудь. Нет, теперь он тусит с пацаном. Ну, его тоже, на самом деле, лапать можно. Вроде даже и симпатичный, но что бы. Что бы это. Ну, как бы, знаете, когда ты всю жизнь жил в одиночестве, ни хера не жрал и был бомжом. Почему бы не полапать пацана, на самом деле? В чем проблема заключается? Я, на самом деле, не до конца понимаю ограничений. Здесь-то уже, как бы, знаете, на зоне не выбирают жертву. Так что, ну, вот, кто дает, тот и... Того и берут. Короче, у пацана тут свои тараканы, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Он решил выбнуться на нашего главного героя, да. Кто больше куколдыч будет сейчас выяснять, битва куколдых начинается неожиданно. И наш главный герой, соответственно, вот когда чел уходит, вот чел говорит, ну, я понял, что это, блядь, цикло ебучее, и ты здесь ради этой тянусы, блядь. Но все, кто здесь были ради какой-то хуйни, оклада, еды и тянусов, они как бы уже сдохли. Я не могу позволить тебе сдохнуть. Я скажу этой тянке, что ты, короче, сбежал, нахуй. Что ты трус ебучий, блядь. Саный обоссанный петушара. И такой развернулся и пошел. А наш главный герой сзади приподнял, смотрите. Смотрите, это вообще как прикольно выглядит. Он как бы взял сзади, так подошел, схватил его вот так вот ножку, вот так вот приподнял ее, да, чтобы вот так вот... Вот так вот схватил, и сзади вот так... Вот так схватил его за ножку, приподнял. На! А-а-а! Вот это, вот это стильно. Стильный удар в пах. Так... А-а-а! Красивый прием. Мое почтение, мое почтение. Божественный прием. Лучший из лучших. Куда, куда пизже. Вообще можно придумать. Это, наверное, из айкидо откуда-то взято, я не знаю. Куколд бьет нашего героя в животное, герой опять в пах. Бам! Бам! Блядь, чел, ты защищай пах, ты тупой что ли, я не понимаю. У вас у Куколда фишка такая что ли? В общем, челик вступил в организацию. Тетка сказала, что он мега-гипер-супер, блядь, этот демон-человек. Очень редкая хуйня, нельзя его упускать, либо убьем, либо останется у нас. В общем, этот черненький челик принял все это, типа, ну окей, ладненько, хорошо. И поехали, они, короче, охотятся на еще одного демона. А это демон, не знаю, что, блядь, ножницы для ногтей, что ли. Демон-ножницы для ногтей, ну вы понимаете, да? Тут как бы напоминаю, что концепция заключается в том, что у людей есть страхи, и эти страхи производят демонов, и чего люди боятся того демона и появляют. Там демон-пушка, там демон-бензопила, демон-мышцы, демон, блядь, я не знаю, ножницы для ногтей, там, я не знаю, щипчики, щипчики для ногтей, знаете. Ну вот такое вот, вот такие вот страшные демоны здесь появляются. И тут открывается трагическая, в общем-то, информация. Трагическая информация. Демон убил всю мою семью, говорит, темноволосый челик. А мы такие, нам похуй. Ну охуенно, чё, бывает. Убил и убил, как говорится, чё бухтеть-то. И вот складывается мотивация нашего главного героя. В общем-то, у всех есть мотивация. Кто-то хочет отомстить за своих родителей, кто-то хочет сделать то, кто-то хочет спасти мир. Но наш главный герой имеет совершенно другую мотивацию. Он хочет помацать сисечки. Да, он хочет помацать сисечки, поэтому он будет рисковать своей жизнью ради этого. Нет, не то, чтобы просто выбежать на улицу, начать мацать девочек за сисечки рандомным образом, в свободном порядке, сисечным маньяком стать, которому никто ничего не сделает, потому что за мацание сисек никто ничего не сделает. Блядь, даже полицейские такие посмеют, типа, ну чё, смешно. Ну мацаешь и мацаешь. То есть, человек может просто выйти на улицу и исполнить свою мечту, но ради того, чтобы исполнить свою мечту помацать сисечки, он будет рисковать своей жизнью, превращаться вот в этого пинза дьявола, блядь. Будет весь в кровище там прыгать и бегать, и всё. Кринж. Ну, кстати, мне серьёзно, мне эта манга, особенно на данном этапе, нравится значительно меньше, чем то, что мы видели в Fire Punch. В Fire Punch мотивация, ну, довольно интересно выстраивается у персонажа. Во-первых, довольно стойко, довольно сильно выстраивается, а здесь это, я не знаю, ну, с одной стороны, вроде и комедия, с другой, вроде и не особо смешно, вроде бы и трагично как-то, и даже печально. И вот это вот, 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 понимаете, вот эта вот хуйня на протяжении первых нескольких глав меня просто вот доёбывает постоянно. Как-то по-детски выглядит по сравнению с Fire Punch, честно говоря. Это сисечки? Сисечки? А вот и эта хуйня появляется. Отлично. По Денис передо мной человек, ибо мне ПАУЭР! ПАУЭР! Я ПАУЭР! Короче, вот она. Вот она. Ну, вы знаете эту хуйню. Ну, блядь. Как же она бесит. Ну, у неё тоже сисечки есть, кстати. Что ж, всё равно приятно познакомиться. Ха-ха-ха-ха! Наш герой не устает. Да. Не устает вообще. Ну, и вот, сад. Ну, у неё, короче, мы видим дефицит, вообщем-то, внимания. Её постоянно распирает. А человек, поторопись и дай мне уже убить кого-нибудь. Я жажду крови! Ух, блядь, какая она бесячая. В манге, наверное, просто, в аниме будет просто адски. Да, чё, просто берёшь, блядь, и трогай. Да вообще, нахуй тебе её грудь трогать. Просто потрогай любую грудь в этой вселенной. Видишь тянку? Вот, смотрите. Курсы по троганию груди, ребят. Сейчас я вам устрою. Просто, ну, я не понимаю этого аниме, серьёзно. Вот у меня просто вот прям вот... Вот смотрите. Вот смотрите, ребят. Вот смотрите. Вот у нас есть тренировка. Вот, вот, вот. Тренируемся лапать грудь, соответственно. Вот у нас есть груша. Её, конечно, пиздить надо, но пиздить тоже можно. Вот, смотрите, идёт девушка по улице. Вы тоже идёте. Немножко догоняете. Типа полуспотыкаетесь. Такая... А-а-а! Я чуть не упал. Ой, господи, простите, уважаемая. Уважаемая, простите, я не хотел, не хотел вообще вас обидеть и даже к вам прикоснуться. Просто простите, пожалуйста, простите, пожалуйста, госпожа. Госпожа, простите, я вообще даже вот подумать об этом не могу. Это первый урок. Второй урок. Второй урок. Идёте навстречу, видите девушку, идёте навстречу, видите девушку, да, так? Неожиданно, да, так? Делайте вид, что вы ничего не замечаете, смотрите вверх, приблизительно наметьте, где у неё грудь находится, вот, да, чтобы вы знали, куда сталкиваться. И вдруг неожиданно, вы вот так вот идёте на неё, и в груди вот так, бум, сталкиваетесь, и подставляете руки вот так вот, выставляете. Она такая, что? Вот такая, что? Простите, господи, уважаемая, я вас не заметил, уважаемая, простите меня, пожалуйста, 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 простите, вот, вот ни в коем случае не хотел никак вот вас задеть, простите. Есть ещё один способ, мой любимый, кстати. Девушка идёт по улице, девушка идёт по улице, такая вот вся, такая вся цацца ляля, ляля, цацца такая, опа! Вы достаёте прибор, прибор достаёте, подходите к ней сзади, к шее прилагаете, так ножик, вот так вот голову выставляете, улыбаетесь и говорите, дашь потрогать сисечки! ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ И он тоже тупой. Мы видели всех этих сеннон-героев, они все тупые. Это тоже тупой. Ну чуть-чуть, чуть-чуть сноровки проявить и все. Сисечки у тебя в руках. По-моему, это демон пальцы в анусе называется. Вот у него пальцы какие-то вокруг и анус сверху. Пальце-анусный демон непосредственно появляется. О, бля. Блин, как это классно сделано. Бах и бах просто. Мое почтение. Бам, бам. Просто раскрошило. Молодец, красиво. Я сделала это. Слава моя. Уф. Уф, как она хороша. Как она, в общем-то, сильна. Как мощные ее лапища. Бля, это, короче, у нее кошку забрали. Пиздец. У нее забрали кошку. Просто жесть. И это мотивация. Вот они договоры. А что если я скажу тебе, что дам потрогать мою грудь? Если ты заберешь мяукалку... Это имя кошки. У того демона и вернешь мне. А? 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 Герой. Опа. Чего? Грудь? Это чертов демон. Да как он мог? Как он мог похитить бедного кота? Кстати, юмор здесь я тоже не особо оцениваю. Он, типа, знаете, здесь... Ну вот в духе того, что персонажи лицемерят неожиданно. Ну, типа, он сначала говорит, да ебал эту кошку. Ты что, дура, блядь, ебаная, мразь, блядь, вообще, ты кто, блядь? Кусок говна ебучий, короче, звера говно, блядь, собачья мамонта. Мать твоя шлюха и вообще коты говно лучше собаки. А еще женская грудь еще пизже, чем собаки, если что. Дура, блядь, ебаная. А она такая говорит, я тебе грудь дам потрогать. А он такой, блядь, пиздец, черт, как же ты вообще это пережила, блин, блин, господи, как я тебе сопереживаю, моя подружечка, моя подруженька. Вот как-то вот так приблизительно. Весь юмор на этом строится, но окей. Ну и вот здесь объясняют принцип. У каждого демона есть имя. Чем больше боятся этого имени, тем более могущественным является демон сам по себе. Ну и соответственно, вот у кофе нету никаких страшных образов с ним связанных. Так что, скорее всего, кофе демон был бы слабым. Но насчет машины демона, у подобного существа навязчивый образ быть битым. Так что этот демон мог бы быть сильным. Дэн же может превращаться в демона-бензопилу. И это и правда интересно, но он типа может быть сильным. Там еще пушка демон будет, я например. Пушка, 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 пушка. А, ну еще этому Тянусу начальство сказало не привязываться к своим игрушкам, потому что, ну, это игрушки. Не надо. А где дом, в котором мяукалка? А вот же он, вот же он, вот же этот дом. Смотрите, давайте, давайте пойдем. Оп, оп, оп. И вот сюда, вот там вот мяукалка скрывается. Там злобный говнодемон, короче, спрятал нашу мяукалку. Ну что, будем, будем, короче, пиздиться. Пиздиться за кошку. Как вам такое, ребят? Как вам такое? Вы готовы пиздил его за кошку посмотреть? Короче, она сказала, что его наебало, что это была брехня. Она его просто сюда заманила, это была брехня. И они такие, ух, блядь, замахнулись друг на друга оружием. И в следующем кадре они такие, ух, блядь, вух, буф, бам, панч. Чел, короче, упал, он дурак, но у него хорошая интуиция. Да, ну и вот. Ты заставила меня довольно долго ждать, кровавый дьявол. Я думал, что ты сбежала. Мне тоже пришлось ждать довольно долго. Чтобы выйти, не возмущайся. Летучая мышь, я принесла тебе человека, как ты желал, молодой мужчина. Хе-хе-хе-хе-хе, блядь, хе-хе-хе-хе-хе. Похоже, что я сегодня напитаюсь кровью, наполненной жизненной силой. Моя первая еда за такой долгий срок. Ну, трудительно так должен демон Летучая мышь говорить моё почтение. Только так. Если в аниме он будет говорить не так, аниме было снято зря, я считаю. Как минимум. Ну, короче, в этой хуйне проблема в том, что люди отрезали ему руку, и он хочет восстановить эту руку, питаясь человеческой кровью. Там, ба-ба-ба, бу-бу-бу. Вот он там сжимает нашего героя. На вкус отвратителен. Там вот это вот всё. Я отрегенерировал то, что потерял. Отвратительно на вкус крови за тебя. Что за омерзительный вкус. Мне нужно съесть ещё кого-нибудь человека, чтобы избавиться от него. Вот это вот ещё пальцы вот так надо делать, потому что я Летучая мышь, блядь. И вот такой вот, ааа, я человек, Летучая мышь, блядь, демон, Летучая мышь. Вот такой вот я, типа. Ну, это бабища, короче. Не могу поверить, что ты действительно поверил в мою историю. Люди действительно дураки. Действительно дурак чел, конечно, да. Летучая мышь хочет съесть детей. Но тут как бы путинская многоходовочка неожиданно была. Главная героиня вот эта вот, которая, человек, прицел глазной, вот этот вот, прицел у неё в глазах, вот такие вот. И она, короче, говорит, демон Летучая мышь, я привела тебе человека, как и обещала, теперь отдай мне мяуковку обратно. То есть, вы поняли, да, многоходовочка. Она сначала сказала, что у неё похитили мяуковку, и они пошли её спасать. Потом она сказала, что она наебала челика, пизданула ему по голове, вырубила и отправила Летучий Мышь. Летучая мышь начала жрать его кровь, там, и усилилась, отрастила свою руку. Потом эта сучка сказала, что, блядь, отдай мне мою мяуковку на самом деле, да. Сначала она сказала, что обманула челика в центральном улучшем пункте, а потом сказала, что она его не обманула на самом деле, что на самом деле мяукалка реально в заложниках. И вообще, типа, вот на этом ирония здесь строится. Ну, не, нормально на самом деле, могло быть и хуже, вполне пойдёт, чё бы, нет. Ну, демон, типа, сожрал кошку в клетке прямо. Ну, чё-то, чё-то вот как-то вот, мяукалка. Буду звать тебя мяукалка. Хуяся, она там голая, с разрубленным напополам медведем сидит, мяу. Да у тебя кожа до кости осталась. Думаю, я раскормлю тебя немного, прежде чем съесть. И корова такая. О, блядь, она жрёт корову. Блядь, что? Что? Вот мяукалку, короче, отрастили. Теперь это огромная жирная котяра. Вот история любви с мяукалкой. Вот она. Нормальная женская история. А чё вы хотели? И тут появляется этот огромный демон и говорит, да-да-да-да-да, мне нужна кровь, приведи человека. Ну, вот. Он её сожрал. Но наш главный герой всё ещё жив. И он набросился на летучую мышь и кричит, верни обратно мои сиськи! Вот как-то вот так вот, да. Вот именно так и кричит. И он пьёт его кровь. И вообще, короче, бах, его опять сжали. И вот круто, такие все злые, блин. Он почита, мочи-то. И, короче, бензопила неожиданно вырастает из головы главного героя. Он такой, блядь, преображается. Преображается и начинается ебаная, блядь, не, не начинается. Мясо, следующая голова впереди. Вот мы и переходим на второй том. Во втором томе вот такая обложка с этой грудастой демонессой. И мы такие... Ммм... Ммм... Воу, ничего себе! Ну и начинается битва. Летучая мышь против долбоёба. Долбоёб, короче... Кукол-то долбоёб. Сиська-раб, в общем, да ебать. Распилил ему руку своей головой. Отрубил ему крыло. Они падают. Унг, унг, унг. Блин, вот эти звуки, которые никто в жизни не издаёт. Но в комиксах они почему-то издают. Девчонка какая-то. Ик, господи. А! Ты позволил человеку сбежать. Но ты же демон. Чего ты хочешь, блядь? И я хочу помацать сиськи, говорит главный герой. Это наш герой. Нет, не наш, нихуя. Мы же не куколды вроде, да? Мы же не куколды, чтобы это был наш герой. Ну да ладно. И, короче, мацат сиськи, блядь. И начинается битва. Может ли тот, кто позволит человеку сбежать мацать сиськи, нет, пробиться сквозь это? О, машина летит. Господи. Но наш герой берёт, хватает машину. Потому что он сильный, блядь. Потому что он, сука, сильный, блядь. Он пиздат просто. Мои бензопилы могут втягиваться обратно. Понял, блядь? Такая сила в таком щупленьком теле, говорит вот эта летучая машина. Я неправильно читаю, простите. Такая сила в таком щупленьком теле. Вот так, да? Почему ты используешь такую силу для того, чтобы спасать людей? Кто сказал, что я его спасаю? И машина назад, короче, полетела. А вот это реально весело. Вот это весёлый моментик, согласен. Это мы поддерживаем. Ха-ха-ха. По-па-па-па-па-па-па-по. Блядь. Чивууу! Я прочитал только что. Ой, звуковая, видимо, атака какая-то тут прошла. Ах, ах. Ах, ну и челик, короче, его сейчас это... Чтобы регенерировать, летучая мышь его сожрёт. Но вроде не успевает. Почему ты еще жив? Потому что даже при том, что я все это время был терпеливым, прошел через кучу разной ужасной хрени, я их все еще даже не коснулся. Не, не подходи ко мне! Не подходи ко мне! Нет! Ах! Вух! Короче, пошло мясо. Ну, в общем, типа того. В общем, произошел бой, и главный герой... Опа! Голая жопа! Нельзя, нельзя такое показывать у нас на канале. Жестко. Вот она, короче, бегает, жрет коровок там вокруг. Радостная, голая, вот везде скачет, обнаженная. Хочет спасти мяукалку еще там есть. Кровь-то она тоже любит, но мяукалку она любит на самом деле больше, потому что она не просто демон, она демон-человек, запомните. Вне человечного больше, чем демоническая. Вот она голая со своей кошкой, типичная, блядь, тянка. Типичная ебучая цундыра, блин. Как вообще? Вот она на помойке лежит со своей кошкой. А, нет, она в кишках лежит, простите. Какая разница? Кишки, помойка, одно и то же. И главный герой такой... Почему ты спас меня? Я же пыталась тебя убить. А главный герой сейчас, я почти уверен, ответит... Я хочу помацать твои сиськи. Ха-ха-ха! Он вот так вот делает. И вот так вот делает и показывает на её грудь. Господи. Бля. Бля, ну, окей, да, охуенно. Мотивация спасти женщину. Господи. Вот это... Прости, что обманул тебя, говорит тянка. Мяуколка выжила. Я позволю тебе потрогать мою грудь. Путь настоящего... Колбы, я не знаю. Пиздец. Он тебе такой... Ес! Но его руку что-то прострелил неожиданно. Ой. Что это? Больно. Блядь. Вот это реально члена демон какой-то. Это реально пенисный демон. Это же пенисный демон. Или нет? Вот, вот. У меня на голове тоже такая хуйня там сверху. Каре. Члена каре есть ещё, да. Интересная тема. У вас есть члена каре вопрос? Просто у меня вот тоже там вот так вот... Типа... Типа вот такой прикид. Ну ладно. Господи, какая хуйня. Ну сейчас боевые цены, мы поэтому вообще почти не останавливаемся красиво. У героя недостаточно крови, поэтому он не может до конца свою пилу достать. Достал как мог и начинается битва с члена демоном. Члена демон, конечно, силён, но наш главный герой... Сильнее, они мочатся, дерутся. Вот наш герой наносит удары по члена демона. Члена демон получает по члену, соответственно. Он что-то говорит. Он называет нашего героя мышонком. А, нет. Мышонок и я. Это друг мышонка. Они вместе, они братья. Они братья, короче. Члена демона и мышонок, они вместе. Это лучшие друзья вместе. Вы тоже трахаете мышей? Нет. Nope. Ну ладно. Так. Как тупо, бедный Мишонок. Кем быть убитым? Кем-то с таким простецким желанием. Я не умру, пока их не потрогают. Главный герой наш. Наш-то герой сиськи хочет потрогать просто. И всё. Всё. Только сиськи. Что в этом мире есть? Только сиськи. Ну, короче, да выебывался наш герой. Там он рассуждал про мечты, про сиськи и так далее. И вдруг напрыгивает на нашего члена демона. На члена демона, на него язык такой вот вытаскивается. У меня, кстати, тоже так бывает. Тоже другой вопрос. Ладно. И пробивает насквозь. Ну и вот, наша героиня прицеливается своими пальчиками. Вот так вот. Вот так вот сидит такая. Сейчас будет какой-нибудь приём. А, это не она. Это чел вообще. Это просто чел, типа. Ты какой-то символ, видимо. А, он призвал демона Лисы, типа. О, ебать. Ебать, короче. Наруто начался. Приявочный демон. Можно его поглотить. И вот они. Вот они. Вот они, люди в чёрном. Вот она. Команда настоящих героев местного полива, разлива. Вот они. Появились. Кей, Джей, там, я не знаю. Остальные, в общем. Настоящая команда. Лучшие. А, это пиявочный демон. Это пиявочный демон, простите. Это пиявочный демон. Он, я чё-то... Попутал. Черноволосый, короче, говорит. Типа, ты чё, долбоёб? Ты не знаешь, как мы сражаемся с демонами? Ты думал, мы руками, короче, дерёмся? Ты тупой? Ты тупой? Алё. И говорит, охотники на демонов заключают контракты с демонами. Вот так мы сражаемся. А ты, долбоёб, с топором. Бегал и рубил их руками, собственно. Ты, блядь, ты болен, мальчик? Как бы. Ты чего? Да. Ну и, соответственно, чёл говорит. Я заключил контракт с демоном лисы. Лисы в обмен на его силу. Я жертвую ему частью своего тела. Такова сделка. В этот раз я скормил ему часть своей кожи. Вот. Короче, у тюмноволосого Куколда, короче, тёлочка подселила к нему всех этих двух демонов. И он такой, почему вы собираете всех наиболее опасных у меня дома? Она ему отвечает. Потому что ты Куколд. Ага, в смысле, потому что я доверяю тебе больше, чем кому-либо. Ну, 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 типа. Ох, конечно, мисс. Ответил Куколд. И вот эти штучки красненькие здесь такие. Конечно, мисс, конечно. Ребят, никогда не поддавайтесь на женские чары. Это всё полная хуйня. Запомните с самого начала. Никогда. Никогда. Потому что я доверяю тебе больше, чем кому-либо. Пфф. Пух, блин. Ну, ты даёшь. Пошёл нахуй. Вот так вот. И вот она, квинтэссенция данной манги. Наш главный герой исполнит свою мечту уже во втором томе из 11. Моё почтение. Вот она говорит. И на грудь свою показывает. У нас была разве сделка? Нет. И я позволила тебе потрогать мою грудь. Так, трогай же. Она садится на унитаз. Чего же ты ждёшь? Разве не предвкушение? По мации. Она просто ангел. Ты можешь трогать мою грудь. У тебя есть три сжатия. Три сжатия. Одно сжатие за спасение мяукалки. Второе за убийство мыслей. И третье за то, что защитило меня от хвостатой. Три сжатия. Сжатия, блядь. Блядь. Он реально трогает её грудь, ребят. Вот, вот, смотрите. Вот, смотрите. Такое приятное чувство. Ах. Что это? Это пушап. Чудодейственная штука для увеличения груди. Ха-ха. Ха-ха. Да ёбан. Давай, осталось всего два сжатия. Ладно, ещё одно осталось. А, всё, конец. Время вышло. Это было отличное чувство, да? Так много всего, что я хочу сказать. Но. Ха. Это оно. Какая хуйта, блядь. Ну, тут подкатила ещё эта блядина, соответственно. Вот эта вот бляда начальница его, соответственно, пришла. Даёт её, короче, она узнала, что он потрогал груди. И, конечно, ей нужно как-то манипулировать нашим героем. Теперь она предлагает ему потрогать свои, блядь, что нахуй? Ушные, блядь, нахуй раковины? Чего? Чего? Да я в рот ебал ваши ушные раковины. Простите, конечно. Кусали ли, блядь? Кусает его пальцы, блядь. Ебать. Ебать, сука, сосалка, блядь, ебаная. Просто, просто, блядь, менещица, блядь, сука. Какая жесть. Какая, блядь, оральная хуйня, блядь, происходит. Ого. Ещё и грудь даёт потрогать. На главу героя всё сразу свалилось. Все удовольствия этого мира. Пиздец. А что он дальше-то делать будет? Что ему дальше-то делать? Он уже всё потрогал. Он уже всё потрогал. Господи, она его поцеловала, что ли? Нет. Я хотел бы попросить тебя об одолжении Могули. Я хочу, чтобы ты победил пушку демона. Знаете, я тоже в каком-то смысле пушка демон. Да. Короче, Тинса говорит, если ты сможешь убить пушку демона, но вы его только что видели, я исполню любое твоё желание, да. Пушка демон атаковал Японию за 26 секунд. Количество жертв 57900. Нормально, нормально. Короче, суть довольно проста. Пушка демон отбрасывает всякие там, не знаю, хуйню со своей кожи, да, куски своего тела, когда бегает. Вот эти куски поглощают разные демоны и усиливаются сами по себе, да. Ещё эти куски, у них есть свойство притягиваться к пушке демону, соответственно. Ну, вот демоны иногда жрут их, иногда не жрут, да. Ну и вот, соответственно, когда вот жрут, они усиливаются. Зато они, с помощью этих кусочков, можно искать пушку демона. Ну и тогда получается, что надо собирать эти кусочки с усиленных демонов. Ну, вы поняли. Более того, эти кусочки ещё и друг к другу притягиваются, то есть, соответственно, можно искать и других демонов с этими кусочками по кусочкам. Вот как-то так. Если ты одолеешь пушку демона, говорит одноглазая, я поцелую тебя с языком, блин. Нет, давай лучше без языка. Отрежь себе, блядь, язык и поцелуй. Вот это будет охуенно. Моя любимая часть. Ладно. А вот ебальник главного героя после предложения поцелуя, блядь, с языком. Что, блядь? Что? Да господи. Ребят, просто берёшь женщину на улицу, идёшь по улице, сталкиваешься с ней ртами, язык так внутрь засовываешь и такой «Ой, простите! Простите, уважаемая! Я ничего не хотел!» И быстро убегаете, соответственно. Всё. Ноль вопросов. Вообще-вообще ноль вопросов. Никто ничего не сделает. Вас даже не арестуют. Вообще-вообще изи. Изи-катка, соответственно. Вот так вот идёшь, так бум-тык. Просто, более того, протиснуть язык между губ и зубов в принципе довольно легко. Вряд ли она станет его откусывать, хотя в теории может. Это, кстати, печально будет, да, лишиться языка в такой ситуации. Но протиснуть язык между зубов вполне, ну, легко. Особенно, если они разбиты. Да. Ладно. Кстати, появился ежесармат-демон, как вы видите. Ежесармат-демон, он вот типа, ну вот голова и руки только, на которых он ходит. Всё. Ну, его изи распилили, да. Короче, сколько бы пролётов они не делали, они застряли на во всём этаже. Это серия с перепутанными этажами, типа, ну, классика, короче. Поехали. Ну, а вот и демон. Они там что-то посидели, поболтали. Очень было весело, очень интересно. Да, зря я это читал, конечно. Да, да. А вот и демон, вот и демон. Красиво нарисован. Большой, солидный такой, мощный. Мощный. Она говорит, я думал, я убила его. А нет, он не убит люди. Люди. Глупые люди. Я предлагаю вам контракт. Как-то оно разговаривает контракт. Позвольте мне съесть этого человека по имени Дэнджи. Дэнджи. Дэнджи такой, ёпта, блядь, чё за хуйня, блядь, происходит. Живым или мёртвым, скормите мне его. И я верну всех остальных охотников на демонов невредимыми. Я верну вас невредимыми, заключите со мной контракт, говорит демон. И тут Дэнджи. Дэнджи, позволь ему съесть себя. Па-да-па-да-пам. На этом и закончился второй, второй том закончился, поздравляю. Блядь, клиффхенгеры в каждой главе, в каждом томе, это, конечно, полная шиза. Не люблю клиффхенгеры неожиданные, прям всегда, постоянно. Ну, типа, да, знаете, клиффхенгеры это для быдла, как бы, специально, чтобы быдло читало. Я как бы не быдло, мне как бы деньги за это заплатили, да, поэтому я в любом случае это буду читать. Ну, а так, да, чисто прием, чтобы быдло продолжало читать. Мне не нравится такой прием. И вот мы переходим на третий том. Третий том. И в третьем томе мы находим что-то интересное. Я надеюсь, будет битва. Битва мясо. Мясо. И они, короче, что-то, это... Короче, деваху бьют по животу. Ибо она что-то развоебывалась сильно. И демон такой... Ну и вот, начинается вот эта голова лисы, достаем трусы, невидимая рука призрачная. Ау, ау, не бейте меня. Ау, 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 говорит демон. Ау, ау, ау. Ему очень что-то неприятно этому демону, прямо вообще как-то... Что его все бьют, черт. Он что-то увеличился. Это бесполезно. Это не мое настоящее тело. Мое сердце не здесь. Это внутренности моего желудка. Моя слабая точка не на восьмом этаже. Заключите со мной контакт. Это единственный способ для вас выжить. Говорит демон. Ну и соответственно... Наш Денжи умный говорит. Это все веро, все равно. Даже если они убьют меня, то ты все равно их не выпустишь. Нет, он выпустит. Демон назвал это контрактом. Когда он использует его, то слово контракт имеет ощутимую силу. Если одна сторона чтит контракт, то другая должна его уважать. Если ты не выполняешь свою часть сделки, то ты умираешь. Так что это правда. Мы сможем выбраться отсюда, если убьем тебя. И все хотя бы много кто хочет его убить. Я в команде по убийству Денжи. Какая красота. Ну все-таки художество рисовать безусловно умеет. И местами это выглядит прям вообще невероятно. Вот эти вот руки, покрытые венами, какими-то вот вещами всякими разными. Слушайте. Ну вот местами графоний прям вообще графонит. Графонит и очень сильно радует на самом деле. И вот это вот прекрасное изображение. Оно безусловно радует. Ты не можешь не радовать, конечно же. Так это пространственный демон на самом деле, кажется. Че се. Денжи требует поцелуи за то, что он убьет этого демона. Вы поняли? Вы поняли поцелуи с этой наглазой чмогрой. Другие пытались его убить. Он говорит, да все, я пойду его, скормлю себя ему. Ну, я, конечно, не сдамся без боя, буду драться. Ну вот. Главный герой прыгает в норку. Пространственно, демона, все нормально. Демон закрыл свой ебальник, как вы видите. Вот так, вот так. И все. Поехали. Че будет дальше, узнаем. И вот он появился. Вот он, крутой. В общем, начинается мясорубка. Мясорубочка идет. Ну, нормально. Мясо, 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 мясо. Бензопилы втянулись. Мне не хватает крови. Бу-бу-бу-бу-бу. Ауч-ауч. Бэнк-бэнк. Ах-ах. Ой-ой. Даже такая отвратительная кровь, похожая на коллекционную воду, не уступит по вкусу клубничному джему, если я буду пить ее, пока смотрю на твое лицо, искаженное от боли. Понятно? Вот. Вот, соответственно. Вот оно так. Ах, больно, больно. Бум-бум-бум. Банч-бэнч. У меня появилась идея. У меня появилась идея. Что за идея-то у него появилась сейчас? Блядь, я тебя режу, ты кровоточишь, я пью твою кровь и восстанавливаюсь. Только что я случайно создал вечный двигатель. Так что Нобелевская премия моя. И одноглазая тетянка говорит, этот парень полностью поехавший. Вообще-то у него действительно есть шанс победить эту чертову пушку. Уи-и. И тут начинается, короче, вот эти все челики грустят, в кроватке лежат такие. Ну и демон говорит, это мое ядро, прости меня, больно, это мое сердце. Дэнджи, короче, прорвался к ядру. Пожалуйста, поторопись и убей меня, я больше не могу выносить эту боль. Что? И это все. Ну это было классно, как будто бы нырнул глубоко в бассейн, слишком быстро. Вы поняли? Вы поняли? Разрубил, короче. Разрубил пацан. Ну вот, они выбрались. Пацаны выбрались, пацаны живы. Ну а как еще с пацанами? Пацаны всегда топят, правильно. Ну вот. Короче, они устроили пьянку, а тут это еще белобрысая хуйня им манипулирует. Ну вот это вот чмоха. Чмоха, крыса и мразь. А вот это говорит, что, Дэнджи, раз ты не собирался поцеловать меня, он говорит, да-да-да. А, я нихуя не понятно, короче, что ему делать теперь. Пацана, короче, опять, знаете, им куколдят, управляют, манипулируют, как только могут. Бедный пацан, на самом деле, мне его искренне жалко. Родиться куколдом, это очень тяжело. Вот, вот, ребят, смотрите. Смотрите, поцелуй происходит, видите? Вот это да. Вот это да. О, чего? Чего? В итоге она блеванула ему в рот. Пиздец, блядь. Сука. Сука, блядь. Мое почтение. Пиздец. 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 Куколд, которому еще ему в рот наблевали. Второй заход. Второй заход пивасика. Она пьет, целует его. Пишет, это странно, Дэнджи. Что ты делаешь у меня дома? Неужели я принесла себя туда? Кружится голова. Что это за хрень? Да. Бля, она ему предлагает это сделать. Сделать из НСЛ у настоящего мужика. Это ему снится, наверное. У него, наверное, сновидения какие-то. Я не верю, что это происходит на самом деле. Что сделать, спрашивает наш герой. Она говорит. СЕКС! 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 А он такой... Что? СЕКС, блядь. Короче, она его раздевает. Блядь, пиздец. Ебаный в рот. Круто. Готов. Снимем-ка твои штанишки. Приспустим у тебя в кармане что-то. Это чупачок? Какой грязный. Грязный чупачок. Что-то хуйта, блядь, творится в этом аниме. Это сон какой-то, наверное. Блядь, чел упустил свой секс, потому что он хочет, чтобы мисс Макима, но там мразина, бледина, короче, шлюха и проститутка, и вообще. Дешевая сучара, блядь, была его первой тянкой, понимаете? Блядь, чел упустил такой шанс с нормальной тянкой. Она ему завтрак предлагает, поцелует там, и все вообще дает, блядь. Идеальная тянка, идеальная, блядь, тянка, чел. Идеальная тянка для тебя, а ты, блядь, какой-то, блядь, зажравшийся хуесос и голбоёб. Я люблю мисс Макима. Я хочу, чтобы она была моей первой. Пошёл ты нахуй просто с такими заёбами. Долбоёб, боже мой. Какая хуйня. Да почему я эту хуйню читаю? Эта хуйня хуже, чем по Fire Punch. Серьёзно. В десятки раз, блядь, хуже. Это какая-то хуета про куколда. Я не люблю куколдинг. Так, блядь. Смотрите, тут какие-то маньяки-убийцы сидят на заднем кресле, приставляют пистолеток этим челам и стреляют в них, простреливают голову Макимой насквозь, блядь. Нихуя непонятно, но очень интересно. Её же пристрелили, кажись. Чё дальше-то будет? Чё будет дальше? Сейчас смотрим на картинки. Вот бабуля. Бабуля тоже стреляет. Все стреляют по нашим этим охотникам на демонов. Все их ненавидят. Все просто придирают наших охотников на демонов. Не знаю почему. Ужасно. Пушка-демон хочет твоё сердце, сказал чел. Показал фотографию деда какого-то и в общем. Хедшот. Везде хедшоты. И ничего, они живы останутся, интересно, или нет? Они отбились, короче. А вот ещё и лис появился огромный. Вот они пошли, короче. Оп, главный герой лежит. Тётенька ранена. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Сдец. Человек-нож. Человек-нож. Человек-нож? Проклятие, шип. А, человек шип, что? Что нахуй? Ну, блядь, он, конечно, более лоховской, чем человек бензопила. Одно дело ножи, другое дело бензопила, согласитесь, да? Бензопила-то круче. Бензопилой ты просто касаешься и разрезаешь напополам, а ножом надо ещё как-то сильно махнуть. Вот, человек-нож такое себе. Человек-швейцарский нож, переиздание, японское, короче, вот такое вот. Проклятие, прикончил его, короче. Баттл идёт. Вот рука схватила чела. Оу. Ещё его прикончили. Ну, такое вот. Быстрая битва. Какая-то тянка появилась, и, в общем, демон, который вроде был убит, встал. Я ослабил свою защиту, говорит он. Я действительно ослабил свою защиту, вот почему он проиграл. Что ж, заканчивай с этим, убей его. И, в общем, вот, начинается бау. Разрубили нашего второго этого героя. Ну, и вот, соответственно, все ранены, все убиты, все задеты, все, короче, продеты. И вы поняли. Ну, вот. Ну, вот. Деваха с глазами говорит, призрак, я дам тебе всю себя, так что позволь мне использовать всего тебя. То есть она решила просто ебать. Короче, блядь, она решила сдохнуть, но победить. Сдохнуть, но победить. И вот что появилось у неё из-за этого. Это её призрак, соответственно. Вот он. Ну, вот она сражается с этим дядькой. Всё, у неё рука исчезла неожиданно. Эээ, помоги мне. Ду-ду-ду-ду-ду. Эээ, это хуйня стоит. Этот пацан, кстати, вроде стоит и вообще похуй он. Похуй. Вторая рука исчезла. Потому что, когда я умру, я хочу, чтобы ты меня оплакил. Змея поглоти, его целиком, говорит. Вот это вот. Вот это вот чмоня. Чмоня, это пупсич. Какого хера? Так, этот пупсич может быть опасен. Ой. Пиздец. Ебать. Какая мощь. Господи. Только лифак остался. Остался только лифчик от неё. От этой одноглазой дамочки. Жесть. Жесть, 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 короче. Происходит моё почтение. Ну и вот человек бензопила восстал. Из мёртвых в голову таранили. Это полная ерунда, да? Из пистолета вас каждый день тоже стреляют. Ну и вот человек бензопила против человека ножа. Ну, нож хуйня, понятное дело, против бензопилы. Ну и, кстати, опять клиффхенгер. Я ненавижу, блядь, это аниме за это, простите, это вот это вот за клиффхенгеры. Опять клиффхенгер. Всё, конец, блядь, конец. Всё. Следующая часть. Следующий том. Такое впечатление, что перебили вообще почти всех. Так что, честно говоря, нормально, интересно. Ну и вот. Ну и вот. Змеевек. Вот, короче, человек нож, человек бензопила. Бензопила сражаются. Ну, чё-то вот у человека ножа какие-то большие проблемы. Он всё-то кухонный ножик маленький. Нам стрелять, сэр? Цельтесь по рукам или в сердце. Выкуси. Говорит главный герой. И продолжается сражение. Продолжается обмен ударами. Вух, вух, вах, вах. Четвёртый том, кстати, у нас. Сейчас идёт, да? Если что. О, господи. Больно. О, какого хера твою мать. Эй, плохиш этот парень, твоя приятель. Так, чё, блядь. Да ему похуй его. Чё, блядь. Да пили. Ага, правильно, на колени. А, он исчез. Блёдь. Чего? О, его распилили напополам. Да ну. Да ну, блин. Нормально. Чё, герой выживет? Ух, я понесу его. А ты иди и предгони машину. Моё почтение. Моё почтение. Даже охотники на демонов, лишь люди. Им не выиграть против пушек. Понятно. Понятно. Все мертвы. Все мертвы. Все мертвы. Все мертвы. Все мертвы. Все умерли. У них пушки. А, ух. Господи, какой ужас. Блядь, она жива. Эта хуйня жива. Эта хуйня. Её, блядь, не убить. Эта гипер, блядь, не убиваемая шлюхенция. Блядь, проститутка. Блядское лицо, короче. Бляда, мразь бессмертная. Ёбаный в рот. Я восстала, блядь. Буду ебать, сука, всех. Я продала свою пизду демонам. И теперь я буду, блядь, убивать нахуй. Я, блядь, восстала, сука, из мертвых, как ёбаный, блядь, Иисус, сука, блядь, Христос, блядь. Ладно, простите, не могу, не понимаю. Ну, это, видимо, объясняться какими-нибудь там у неё ручным демонам, которые делают её бессмертным. Ну, вы понимаете, да, я вот уже предвижу. Я уже предвижу, что это так и будет. Ну, она реально, кажется, их разделала. Вот она идёт, немножко в крови, но чё, ей плевать, жива. Вот эта Макима, она какую-то хуйню творит и всех давит просто. Я не знаю, что происходит. Она просто ебанутая. Блядь, никому не разрешено знать, с каким демоном у Макима контракт. И она просто ебёт вообще всех вокруг. Она какая-то очень сильная. Она какая-то вообще нереально сильная. Она просто берёт, сдавливает вот так вот челика. Смотрите, вот у челика здесь, видите, скручивает просто. И после этого демон кручения, что ли, просто происходит бам, короче, разъёбчик. Господь бог просто. Жесть. Жесть. Жесть, какая она жёсткая. Какая жёсткая шлюха. Просто жесть. Жесточайшая шлюхенция, моё почтение. Сделала всё, могла. Смотрите, она сделала всё, что могла. Моё почтение. Ну и вот начинается батл охотников на демонов и демонов. Вот сейчас будет, короче, красота. Человек-змея своего змея достаёт. Я тоже, бывает, достаю своего огромного змея, но... И направляю его в женщину таким образом. Но вот его обычно не пиздят таким образом. Да, да. Да, она что, мартышка спрашивает? Ой, ой, блядь. Обезручили человека. Обезручили. Да, не то чтобы обезоружили, обезручили. Пух-пух, бах-бах, пыф-пыф. Стреляет из пистолетов. Вот человек гинзопила. Она его спасает. Все дела. Затаскивает его. А, нет. Чёлка затаскивает своего товарища. Крепизды получил уже. Ну, в общем, как-то так. Прости, что раньше пыталась тебя убить. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Прости, что пыталась тебя убить. Это смешно. Но под кайфом она наркоманка ещё. Кайф. Ну, короче, вражеские силы, которые, в общем-то, направляются человеком пухой, короче, пушкой. Они, в общем-то, да, вы поняли. Они хотят захватить Дэнджи. Чё-то он опасен. Вот. Вот в чём суть. А вот и появился местный какаши-сенсей. У него рот разорван. Вот здесь вот так вот. И он как-то вот что-то вот... Вот, короче, доверили. Доверили ему наших героев. Это местный какаши-сенсей. Это местный учитель. Он будет их учить, блядь. Учить, блядь, драться. Будет их со всеми. И вот, в общем, я буду драться. Учить драться. Я люблю вас, ребята. Люблю вас, ребята, короче. Вот, короче, это охотник на демонов с первого подразделения. Он его зовут мастер. Человека зовут мастер. Вообще, надо быть таким долбоёбом, чтобы человека назвать мастер. Задумайтесь. Я знаю, одного такого долбоёба. Булгаков зовут. Но вот ещё один есть. Он сломал им шею, а потом дал крови, чтобы они отхилились. Типа, я не знаю зачем, но, типа, прикольно. Показательно. Идея тренировки заключается в том, что... Он самый сильнейший охотник на демонов. Так что демон, который победит его, тоже будет сильнейшим. Поэтому эти долбоёбы должны охотиться за ним. И только тогда они будут признаны нормальными. Ну вот. Пах. Ебать, он дерётся. Он проткнул... Ну вы видите. Я думаю, вы без того видите, что он, в общем-то, увернулся от атак. Несколько раз пронзил героя ножом. Увернулся от его атаки и пронзил его голову ножом потом. Я превращу вас в самых поехавших ублюдков на свете, говорит этот дядька. Прекрасно. Блядь, они все в кровище лежат. Просто жесть. Просто жесть он их дрочит. Вот это тренировочки. Моё почтение. Это круто. Вот это круто. Эти долбоёбы надели очки, чтобы оказаться умнее. Они придумали гениальную стратегию по победе над этим алкоголиком, мужиком, и вот они устроили засаду, и мужик такой, ой, увернулся. Он увернулся, как в Матрице. Твою мать. Ему просто похер. Ему просто похер. Он не даёт. Нападение из засады. Моё почтение. Решили добычу из него сделать. Бах. И сверху, короче. Вух. Коля, и тут бах, сзади нападение на деда. Дед, похуй просто. Ему похуй на этих тупых школьников. А, ну, в общем-то... Да. Ты не смог предугадать мою атаку. Вот почему они проиграли. В общем, вот такое вот. Он кидает нож, блядь, в голову. Что? Добыча не должна доверять словам охотника. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Какой охерённый дед. Какой классный дед. Мне нравится. Я хочу быть таким же. Тут темноволосик, короче, заключает договор с демоном будущего теперь. Демон будущего кричит. Будущее рулит, будущее рулит, будущее рулит. И ты скажи. Я пришёл заключить с тобой контракт. Да. Чел, а мог бы сказать, будущее рулит? Хотя покажи мне своё будущее. Детали контракта будут зависеть от него. Немедли и засунь свою голову мне в живот. Только так я увижу твоё будущее. Серьёзно, блядь? Мммм. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вот условия твоего контракта. Поселишь меня в правом глазу и делаешь, и я помогу тебе. На твоём лице написано, и это всё? Я хочу увидеть твоё будущее своими собственными глазами. А, 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 там какой-то пиздец будущее, наверное, будет. Жёсткое. Потому что умрёшь ты наиужаснейшим образом, наиужаснейшим образом умрёшь. И чёл такой... Хочешь ли узнать, как ты умрёшь? Неинтересно. Мне всё равно, как я умру. Если я убью кого хочу, то без разницы, что будет после. А теперь полезай в мой глаз. Хирасия-халтурка. Мммм. Ладно. Челиков опять побили, как вы видите. Они опять забиты, бесполезны и беспомощны. Этой попытке присуждают 100 баллов. Отныне ваши тренировки не будут ежедневными. А раз в неделю. А, ура. Сохраняйте хладнокровие даже в разгорбиты. Всегда разбирайтесь в своём оружии и ситуации. При результате сегодняшней тренировки вы уже готовы к завтрашней схватке. Завтрашней схватке. Мы собираемся поймать тех, кто убил Химену и остальных, самурая и девочку-змейку. Так дебютирует четвёртый отряд. Короче, Наруто. Начался Наруто. Помните человека-зомби вначале? У него внучка есть. Вот эта девочка-змея, это внучка, кажется. Ну, вот это поворот. Пиздец произошёл. В общем, тут Макима пришла узнавать информацию. О продаже оружия и не только вот той самой группировки, которая напала на наших героев, да, соответственно, охотников на демонов. И во время договора она вроде сначала деньги предложила, а потом говорит, вот, у меня есть кое-что, что, ну, для каждого из нас здесь глаза... Здесь, короче, блядь, я сломал панч, простите. Короче, там глаза любовниц, их жён, братьев или сестёр, всех людей, которые там находятся, вот этих вот всех челиков. Там их глаза. Но она сказала, пожалуйста, будьте спокойны, вберусь люди, способные вернуть их на место. Если вы пожелаете сотрудничать, то я передам их вам. Ебать, ебать жёстко. Босс говорит, что плана нет, они ворвутся просто толпой в то здание и пойдут мочить. Че какого? Че какого? Нормально. А это демон насилия. А это демон паук. Многие, блядь, вы поняли, оттуда откуда надо, вот она, демон паук, вот она, вот такая вот, грустненькая, сидит, сидит, пердит. А вот и демон ангел. Поглощает продолжительность жизни неожиданно, круто. Причём это дружественные демоны, важно понимать, да, все перечисленные, вроде бы дружественные, да. И вот мы переходим на пятый том, и я думаю, в этом выпуске это будет всё, да, мы сейчас, у нас и так очень длинный выпуск, на целый час получился. Давайте, в общем-то, смотреть, что у нас там дальше. Вот сражение, наш чувак, который, вот, глазастик, сражается с призраком теперь, который змея, кстати, призвала, неожиданно. Ох, ты движешься лучше, чем раньше. Если воспользуешься моей силой, твой правый глаз поможет тебе увидеть ближайшее будущее. Но увидеть не означает изменить, что самое важное. И вот он сражается, и вот он против демона-призрака, помните, который был у той одноглазой тёточки. Ну и вот, соответственно, тут, короче, мясо. За шею его схватили, просто добей его, вот, держи, держи. Там вот эти воспоминания начинаются грустные. Да, давай сюда, когда ты вырастешь. Если будешь нужна помощь, я верну её тебе. Бах. Вот и пулачок сигарету она отдаёт. Вот, лёгкая месть. А что? Понятно. Призрак слеп, но он может чувствовать страх, и поэтому, когда ты не чувствуешь страх, он просто взял её и обезглавил. Змея. Не убивай её. Фух. И вдруг сзади оказался. И оказался челик. И начинается. Вот, всё. Человека-змею захватили. Ага. Ну и вот, начинает. Начинает продолжать. Битва продолжается, и сейчас Человек-нож будет. Ну, битва с зомбарями, я не знаю, показывать, рассказывать. Короче, куча зомби, помните там, да? И вот драка. Человек-нож против Человека-бензопилы. В общем, они встретились. И начинается драка. Что-то хотел разрезать меня, но умри. Ву-ву-ву-вух. Они падают на поезд. И начинается битва с Человека-паука 2. Это ба-ба-бам. Демоны в поезде. Поезд совершит аварийную остановку. Бам. Наш герой подлетел. Всем пассажирам просьба немедленно покинуть поезд. Но пассажиры что-то вот сидит, пердит. Здесь пассажирка. Уг-х. Уг-х. Произносит она. Это очень странный звук. Уг-х. Уг-х. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Говорит главный герой. И вот начинается мясо. Мясо, короче, Рубилова нашему герою. Отрубают руку. Но. Алло, чувак. Это запрещенный прием. Бах. Ай. Опять вторую руку отрубили. Ты больше не можешь сражаться, Дэнджа. Перед смертью извинись за убийство моего дедушки. Говорит человек, блядь. Нож. Человек-нож в шоке. Хей. Я ведь все еще могу драться, идиот. Головой. Не осталась пила на голове. Блядь. Чего, блядь. И пила сломалась. И спила у него сломалась. Вот так вот. Вот так вот. Моли у него прощения, когда я убью тебя без боли. Ты как уверенно целился в мою голову. Спасибо, придурок. Ебать его распилило. Вот мое почтение. Мое почтение. Распил. Прям. Муа. Я замечу, да, чтобы быть честным, чтобы никого не обманывать. Манга. Сюжетно мне вообще не нравится. Сюжет построен довольно быстро и довольно криво, на самом деле. Кстати, в Fire Punch Man'е, в Fire Punch'е было тоже очень, знаете, так рваный сюжет. Но там хотя бы это был не такой Сёнэн. Здесь какой-то Сёнэн. Здесь чисто вот очень похоже на какой-то Сёнэн, только более кровавый. Я не понимаю, для кого данная конкретная манга делалась, писалась. Она более детская, чем предыдущая. Очевидно, там подростковая. Ладно, более подростковая, чем предыдущая. Более легкое восприятие. Крови много, убийств много, конечно же. Но все-таки Fire Punch'е он был совсем каким-то необычным. Он вообще просто странный. Он просто реально странный. И очень странные события происходят. А здесь просто очень жесткий Сёнэн. Жесточайший. Местами прикольный. Я замечу, что очень крутые бои. Мы прям просто пролистываем, смотрим бои полноценно. Сначала и до конца. Почему? Потому что они охуенные, честно говоря. Нарисовано местами тоже очень классно и очень круто. И за это, конечно, следует все это ценить. Вот кишки полетели, разведули. Не учил тебя, что добыча не должна верить охотнику. Короче, во, распилен. Распилен как дешевка непосредственно. У нашего героя еще и на ногах на самом деле пилы появляются. А вы что думали? Вы думали, он что, лох? Вот такая вот тема. Ух. Проснулся наконец. Все-таки и правда ты похож на меня. Главный герой предложил черноволосику, в общем-то, главную тему. Он предложил, в общем, ему поиграть в турнир. Кто жестче ударит соперника вот этого по яйцам. То есть, у кого, кто больше виск произведет от этого. Тот, соответственно, ну и победил в этом турнире. В общем, они его вместе весело пинают. Веселая компания. Веселая компания пинает мужика вот этого ножа. Челу ножа пинают по яйцам. Кто быстрее, кто громче, кто больше молодец. Им весело. Им весело. И дядя не очень весело, судя по всему. Ему больно. В общем, эта блядская шлюха пригласила его на свидание. Ну вот, ну вы знаете, блядскую шлюху. Вот она, вот она, главная, главная блядская шлюха в мире. В общем, смотрят они кинцо. Там сначала она не плакала, теперь она плачет. И они такие, ох, у них свидание. Они посмотрели кино. Пиздец. Она прижимается к нему. Короче, познакомился он с Резе. Сейчас с ней что-то, наверное, будет. Но, кажется, тянку все нашел. Нормас. Нормас, короче. Чуть меньше куколдизма. Но, хотя, хотя, хотя он в этой маке мне все свои думает, голбоеб. А она вот считать его учит. И пишет с ним что-то. Вот хорошая тёлочка, хорошая тяночка. А он, блядь. И вот они пришли в бассейн. И она раздевается и хочет научить его плавать. Вот она в купальнике. Или уже даже без. Господи, он тоже разделся. Они голые купаются в бассейне. Вот они, вот они голые. Они купаются. Ба-ба-бам. Они трогают друг друга. Я научу тебя. Она его учит. И они плавают. И всё. И дождь не прекращается. И так далее, так далее, так далее. В общем. Красота. Красота. Вот такое свидание у них. Ну и вот демон её похищает. Понятное дело. Короче, она выбежала на крышу под дождь. Демон на неё напал. Попытался пробить её ножом. И что-то у него нихуя не получилось. И она его, короче, придушила. Ну и всё. Конец. Ну на самом деле нежданчик, что она его придушила. Она, конечно, какая-то мразина, наверное. Её специально такой хороший и милый показывают. Что она такая няшная няша. Няшная милая няша. Потому что все женщины, они в душе крысы, убийцы и мужи-ненавистницы. Я напоминаю вам. Так что, да, с женщинами связываться вообще не стоит. И вывод вообще очень правильный в манге пока что идёт. Женщины это зло. Запомните, друзья, женщины это зло. Не надо быть куколдом. Там вот это вот всё. Каждый раз, когда ты куколдишься, ты показываешь своё тотальное ничтожество перед женщинами. И перед вообще жизнью самой по себе. Вдруг она ему предлагает, давай сбежим отсюда вместе. Да она на пилу работает. Она на человека пистолета работает. На человека пушку. По-любому. Она вот его рабыня. Я сделаю тебя счастливым. Буду защищать всю жизнь. Пожалуйста, внезапный голос свободы. Это любовь или ловушка. Клиффхенгер опять! Опять, блядь, опять, опять. Конечно, опять. Ёбаный сука мангака. Я ебал это казино. Ну и соответственно вот. Ну что, друзья. Давайте так. Это будет отдельный выпуск с разбором. Потом я подведу итоги, когда прочитаю вторую половину манги. Спасибо вам большое за заказы, ребят. Спасибо большое, Вячеслав. В принципе, сейчас все разгоняется. Вообще, боевые сцены, мое почтение, они почти все очень крутые с самого начала и до конца. Основной сюжет, но он скучный. Персонажи преимущественно скучные. Главный герой скучный. Вторичные персонажи почти все скучные. Рогатая баба, ну немножко веселая. Ну окей, нормально пойдет. Демоны сделаны очень круто. Вот очень красиво, очень с фантазией, очень прикольно. Это пока что мое вот такое вот резюме на данный момент. В целом, в целом, фаерпанч был круче. Намного круче, на мой взгляд. Вот извиняюсь заранее за такое вот смелое мнение. Смелое мнение, да. Фаерпанч был на несколько голов выше. Здесь как-то все сильно просто и сильно все почему-то пошло. Хотя вроде бы можно было и нить, и все, но, блин, я не знаю. Вот опять же, какие-то элементы из Наруто появляются. Типа учитель, учитель их учит. Но учит он их жестко, да, не как в Наруто, а вот жестко учит, жесточайше. И все. Ну он типа крутой, как и все эти учителя во всяких Наруто и других сеннов. Он типа такой, типа гей-сенсей, там вот это вот все, вот такой, вот такой крутой. Но на самом деле это все равно не очень свежо смотрится уже в контексте аниме, манги. Ну, блин. Опять команда номер 4, команда номер 7, команда номер 6. Короче, такие отголоски слышатся и на пародию это не похоже. То есть это явно не Гентама, да. То есть то, что мы сейчас видим, это не для смехуечков по большей части сделано. Тут, наверное, есть какие-то пародийные элементы, но сама манга не полностью пародийная. Как минимум, на мой взгляд. И в данном случае здесь как бы многие моменты не до конца доработаны. Если в Fire Punch мотивация персонажей была строго стройно выстроена и вообще понятно, что, куда он делает. И понятно, когда он терял мотивацию одновременно с этим. Почему он ее терял. Как это все последовательно выстраивалось. Прям вот глубоко как-то даже было. Здесь оно все как-то немножко поверхностно. Перед нами персонаж Куколд, который Куколд и Куколд и Куколд и Куколд и все, и Куколд, соответственно. Куколд по-куколдскому отвечает на куколдские вызовы. И, ну, все. Ну, это, конечно, допустимо, но все остальное здесь тоже, в принципе, на таком же уровне. Я не вижу, в общем, какого-то мега-суперкрутого прогресса. Но вторая половина манги еще впереди. Там, скорее всего, будет еще куча крутых боев. Возможно, крутых каких-то решений. Пару моментов меня заинтересовали. Опять же, замечу, в фаерпанче я просто всю первую главу листал. И через несколько, там, десятков страниц удивления. Десять страниц прочитал, какое-то удивительное событие. Десять страниц прочитал, человеку ноги отрубили. Десять страниц прочитал, там, кого-то изнасиловали, обоссали. Десять страниц прочитал, у кого-то хуй оказался. Думал, ты это девочка, а у него хуй неожиданно. Что? Что? Вау-вау-вау. Осторожно. И вот первый том, он вообще весь был повозрастающий по уровню жести. Потом, конечно, уровень жести не удалось повысить. Он где-то остановился на второй главе и, в принципе, держался очень ровно до конца. Здесь удивлений вообще почти нет. Ну, демон без руки. Ну, главный герой разрезал челика напополам. Ну, типа, окей, конечно. Но это не смотрится так жестко, особенно с учетом, что они все, блядь, регенерируют и так далее, так далее, так далее. То есть, они все остаются живы по большей части. Ну, там несколько персонажей умерло, девчонка просто исчезла. Ну, как говорится, и в Наруто персонажи тоже умирали. И здесь это не выглядит так жестко, как в Fire Punch. Fire Punch вообще как-то вот на предельно другом уровне находится. И по уровню жесткости, и по уровню того, что как это. Вау, это интересно. Вот здесь интересно. Здесь ноги отрубили. И более того, чел, которому отрубили ноги, до конца остался без ног. До конца остался без ног. То есть, это на что-то повлияло, соответственно. Что еще могу сказать? Ну, нет, это менее интересная манга, на мой взгляд. Намного менее интересная. Но, второй выпуск и вторая половина того, что мы посмотрим, скоро будет. Вторая половина ждем, да. Выпуск, наверное, он выйдет завтра. Завтра я завершу прочтение этого прекрасного произведения искусства. И до конца, в общем-то, завершу осмотр всех остальных, в общем-то, глав этой прекрасной манги. Ну, в общем, спасибо, друзья, за то, что смотрели. Ждите дополнительного выпуска. До встречи, до следующего видео. До следующего видео.